Словно сошедшие со школьного рюкзака, танки навсегда изменили жизнь многих городов и сел в Восточной Украине. Эти кадры сделаны журналистом и оператором по имени Рикардо Мартино Монтаньяно в августе в Донецкой области в селе Октябрьское. Уже 8 лет испанец живет в России. Во время событий на Майдане Рикардо приехал на Украину. Планировалось, что привезет там 3 дня. В итоге проработал полтора года. Киев, Крым, Донбасс. Монтаньяно был везде. Он отправился туда, чтобы, как говорит испанец, увидеть все происходящее своими глазами, а не через призму каналов BBC или Russia Today. Во время нашей встречи в Санкт-Петербурге он дал свою характеристику войне на Украине. Это война губников. Там смотрится, что там боюют. Российские, которые там приехали. Это люди, которые... Сама Россия не хочет обратно. Это самое хуже из провинции, из Пермы, Екатеринбурга и других маленьких городов. И потом, когда брали, они хотят показать себе оружие, посмотреть, как я крутой, и, ну, так, вставлять фотки в контакте и показать себя, как герой. И на стороне украинцев то же самое. Есть, конечно, на обе стороны есть, которые там боят, потому что идеалы. Но есть другие, но есть много, очень много, которые там боят, потому что... Они любят и российские стороны. Они много, которые были на Чечне, на Афганистан, которые приехали в Россию после этого, и что они работали как охранник. Скучно, наверное. Не хотят эмоций. Рикардо рассказал, что за все время нахождения в Украине он не видел ни одного солдата в официальной российской военной форме. Хотя россиян там много, и часть из них ведома конкретными идеями. Потом другие, которые там на идеале. Какие идеалы? Империализм. Русские империалисты. То же самое на стороне Украины. Что там боевали? Люди, которые думают, что Украина, это наш народ, наша страна, это наша. Мы хотим здесь русские танки. И другие, которые, ну, неофасисты, неоназисты. И все одинаковые. Правый сектор, и это все те, которые, русская пропаганда, скажут, там насисты, бла-бла, и это правда, не насисты. Правый сектор, и там россияне, которые там боевают, они по идеологии то же самое. Они хотят страну белой, без арабов, без евреев, без мосексуалистов, без ничего. Только белые, православные страны. Они разные флаги, украинская или русская. Но потом по идеологии они одинаковые. Поэтому там люди, которые там, ну, простые люди, которые там живут, они на очень тяжелой ситуации, потому что у них на улице есть миллионы дураков из оружия, которые думают, что они самые крутые. По наблюдениям журналиста, если в начале военных действий жители еще симпатизировали той или иной стороне, то сейчас они хотят одного – мира. Они устали. Устал от работы в напряженном регионе и журналист. Все националисты в мире, они, они, я не вижу разницы. Через русские, которые кричат из оружия, из колесников, из русского флаг, и украинцы, которые говорят, что это украинский флаг. Я разницы не вижу. Они готовы убивать людей. Для меня, ну, просто, не терплю больше. Я не навижу это людей, я очень устал.